на обратной дороге мы как правило очень мало снимаем мы живем для себя мы действительно отдыхаем потому что снимать видео это тоже настоящая работа но мы останавливаемся в таких прекрасных местах свежесть красота это мы вообще где-то находимся сейчас между ишимом и омском съехали с федеральной трассы вы видите шумят автомобили проезжающие мимо заглядывают в окна из теплых своих машин и думают люди некоторые завидуют белой завистью действительно горят как здорово некоторые говорят вот дураки хочу они там делают но мы остановились почистили свежей картошки сейчас нажарим взяли баночку с рыбой и поедим на свежем воздухе лариса и готовит вот такую картошечку помидорчики салатик все у нас есть друзья мы встали на очередную ночевку вы видите вещи которые у нас едут багажнике днем они перемещаются сюда это два чемодана коробка там и мелкие рюкзачки девочки вот так устроились большое спальное место у нас здесь видите мы все троем здесь спим и в принципе нам вполне места хватает в кейсе в боксе такие дела сами же мы получается мы встали сегодня на заправки где ночуют дальнобои эти как бы заправочная станция и огромнейшая стоянка огромнейшая просто вот машин целая куча стоит разных вы видите стоянки эти платные 80 рублей ночевка здесь стоит чтобы стать но есть туалеты контейнера под мусор в общем-то условия вполне нормальная свет на обратном пути погода уже изменилась и уже стало прохладненько утром или вернее в первой половине дня мы стали на завтрак на завтрак и решили раскрыть шатер шатер туда поставили газовую плитку там варятся у нас яйца сосиски это будет наш завтрак но самое главное шатер в такой ситуации действительно дает тепло газовая плитка греет он очень быстро нагревается и завтракать таким образом становится комфортно эти наши ящики продуктовые так у нас готовится готовятся у нас здесь яйца сосиски отваривается вот все вот таким вот образом мы машину приводим сейчас транспортное положение собираем постели под подушки мы значит слажем вот такие чехлы не убираем наверх кейс спальник сворачиваем и сейчас покажу как мы что делаем с матрасом таким вот образом сначала раз здесь вот все вместе прямо с наматрасником вместе с простынями и под одеяльником и под одеяльником слаживаем вдвойне вот так вот все вот он у нас сложился вот эти сюда потом значит как вытаскиваем его сюда вот образом все давай ай вот так можно было делать его нужно было ложить а не мне в руках держать потом значит 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 слаживаем полку на шоу обратно сюда его вставляем и так каждый день время на сколько тратится на это время ну не знаю но пять минут может быть от два часа где-то под кемерово абсолютно на ровный на ровном участке насыпано немножко грунта и под сны и от встречной автомашины вылетел нам еще один наше стекло второй раз держит удар первый раз было вот здесь незначительная такая мятинка но это то конечно будет шлипот такой стекло пробило аж насквозь ну что ж дорогие друзья мы наконец добрались до города томска и встретились с андреем андрей это местный блогер который азви освещает своих блогах эксплуатацию уаза патриота он также рассказывает о путешествиях здесь видите у него томска кассе туа монголия алтай то есть много различных путешествий но самое главное у андрея уазик тот который с девятнадцатого года намотал уже восемьдесят пять тысяч принципе на я больше как бы других не вижу кто ну показывает что вот больше проехал и андрей является для меня примером того что что может на машине полететь за эти 85 тысяч андрей друзья привет ну во первых основная тема моего канала это все-таки в первую очередь путешествие так получилось что смотрят в основном про вас немножко конечно смущает но что уж поделать вот ну а насчет примера я не знаю я эксплуатирую автомобиль как обычно ничего особенного не делаю никаких не предпринимаю там не тюнинга ничего и поэтому может быть у меня не очень много видео на этот счет все видео это отчеты об эксплуатации и вот на сегодняшний день пробег чуть-чуть не дотягивает до 85 тысяч и как говорит дмитрий что-то полетело но ничего такого кардинально не произошло машина в порядке эксплуатируется вот сейчас собрался на рыбалку но здесь ты как бы наверно все равно основное это то что мы все уазоводы так или иначе или все кто освещает эту тему все так или иначе знакомы не так много людей которые пишут про эксплуатацию этих уазиков но здесь надо еще учитывать что эта модель 2019 модельного года это те первые патриоты которые пошли с мазепро с мотором 150 сильным с этим новым мостом ну то есть здесь было очень много изменений и как эти изменения будут ну как они будут себя ввести в эксплуатации вот на примере андрея мы уже видим на его канале там он ну рассказывает и подробно о том что за эти 85 тысяч какие были неисправности какие недостатки какие плюсы какие минусы у этого автомобиля таким образом вот вообще у а заводы да получается они по всей россии это это тоже определенное братство youtube сплотил мы конечно мы никогда с андреем до этого не были знакомы а сейчас вот мы стоим беседуем в томске в томске да а глядишь где-то андрей рванет на дальний восток и побывает у нас чуть-чуть да и в чите мы будем стоять на титовской сопке и показывать и рассказывать о том как хорошо жить да друзья я хочу сказать что действительно дмитрий прав этот автомобиль я приобретал тогда когда их еще не было в продаже я его ждал три месяца и тест драйв я проходил на автомобиле еще предыдущего образца и всех этих изменений я не под ним не смог прочувствовать на тест-драйве но как-то доверился этой теме и вот приобрел автомобиль три месяца я его ждал он произведен в ноябре 2018 года в декабре я его забрал ну то есть вот такая история это действительно один из первых да или который был произведен вот в этом и мне многие пишут в комментариях что мне наверное повезло ну возможно так и есть но мне так говорят нередко про все остальные машины как относиться к машине так наверное оно и будет и еще один момент такой есть что как раз связаны с путешествиями а можно ли на патриоте путешествует далеко и долго до комфортно на нем или нет ну вот мы сейчас возвращаемся уже с сочи да мы мы были на дальнем востоке мы сейчас делаем круг уже здесь мы до сегодняшнего дня по моему 14 тысяч километров мы уже проехали если не вру но может может меньше на но суть в том что мы едем мы балдеем нам нравится эта машина ну да я подтверждаю действительно мы так конечно далеко не ездим мы путешествуем в основном по сибири но что касается путешествий да действительно это самый подходящий для путешествий автомобиль как и для асфальта так и для внедорожья так и для речек и для леса в общем можно на нем ехать хоть куда и довольно таки комфортно ехать и комфортно ночевать если это необходимо и все можно привести вот эта комплектация экспедиционная позволяет это сделать ну и вот это как-то так да ну наверно чему в заключении на она скажем то что всем его заводом большой привет от нас всем божьи да ведь все кто смотрит и мы вас всех тоже смуда и и друзья можно писать в комментариях под видео я постоянно читаю в мониторе любому видео комментарии читаешь вот мой канал транспорта а также инстаграмм инстаграмм транспортер нижнее подчеркивание man по-английски это мои инициалы ну как мужчина по-английски транспортер мы этому инстаграм подписывайтесь все новости там всегда есть ну все на этом пожалуй все сегодня мы в гостях у михаила и марины в таком теплом и дружном семейном кругу как назло выключили свет но это наверное еще лучше потому что вы видите у нас сегодня ужин при свечах ужин при свечах это здорово мы в городе томск безусловно друзья одним из преимуществ автомобильного путешествия является то что вы сами себе хозяева и вы можете свернуть налево свернуть направо заскочить какой-то городок встретиться со своими одноклассниками встретиться со своими односослуживцами или просто в конце концов родственниками у вас такая возможность есть если вы путешествуете на автомобиле да вот видите нас жизнь раскидала после школы по разным уголкам мира даже даже не страны и сейчас мы действительно встречаемся вот михаил ребята часть ребят наши после окончания школы уехали и поступили в томский государственный университет закончили его и остались там жить но после этого долго очень не встречались и вот произошла наша встреча встреча настолько приятно ребята действительно добились каких-то успехов живут здорово дети дети молодцы и старший поет и младший сам михаил поет семья музыкальная все здорово вы сейчас вспомните каких-то старых своих друзей возьмите телефон наберите позвоните и вы пообщаетесь ведь многих из наших одноклассников уже нет вы видите в старой фотографии цените своих друзей цените родственников любите жизнь в конце концов друзья вот чего бы я всем вам пожелал судьба хранит меня вот эти стенки сейчас одни жарится михаил рассказывает нам как готовят шашлыки здесь то есть сначала на тандыре да там сначала разжигают дрова потом они выгорают нагревается и потом мешок угли вот эти выгребаем и вот шампуры с вертикальном положении доставляем и они уже от стенки вот от этой сейчас жарятся никаких канцерогенов ничего нет то считается экологически чистое приготовление вот этот кувшин называется тандыр узбекский вот шашлыки вот фактически готовы сколько требуется времени ну 7 минут на одной стороне 7 на другой 14 минут получилось 14 минут да и они без огня вещь они просто вот стенки вот эти вот толстые они нагрелись и тепло отдали по принципу печки русские скажем так но не до сих пор там могут изучить ну что это снимаешь не пересохли давай еще поддерживать да не вытаскивайте упущу минус там сочная да да давай вытаскивать да высохли потому что это сухой же тоже не прикольно давайте перчатки все песни припоя рассвет груди сердце как друга море встречает сердце как песня летит из груди о море о море море преданным скала ты ненадолго подаришь прибой море возьми меня в дальние дали паруса малым вместе с собой о томска до 4 нам оставалось 2700 километров вы знаете мы эти километры прошли без всяких приключений и теперь под аккомпанемент михаила я предоставляю все цифры нашего автомобильного путешествия начнем с того что путешествовать мы выехали 3 августа и вернулись 30 числа то есть мы путешествие были 27 дней проехали мы 15 тысяч четыреста сорок восемь километров сразу скажу автомобиль у вас патриот себя в этой поездке проявил исключительно ни единой поломки ни единого замечания к автомобилю не было в процессе поездки мы единственное что у нас как бы ну уже под иркутском где-то вышли из строя колодки но мы так на них и доехали потом уже в чате заменили на гсм бензин газ мы потратили 51 тысячи рублей питание мы берем по 1200 в день это 27 дней умножаем на 1200 32 тысячи 400 выходит у нас кемпинги мы прожили в двух кемпингах по два дня в каждом общая сумма вышла 3500 рублей квартира сочи четыре дня 5200 квартира казань 1500 квартира анапа и томск бесплатно так как там живут наши одноклассники значит дорожные гостиницы значит мы в них ночевали всего два раза друзья всего два раза за 16 даже почти за 17 дней пути мы получается значит потратили на это всего 2200 остальное время мы жили в своем уас патриоте экскурсии на экскурсии мы потратили 10600 но и значит плановое ты его я тоже его включая сюда потому что мы про и проехали 15000 не здесь значит шесть с половиной тысяч и того вся сумма на наше путешествие значит 112 тысяч 900 рублей но и плюс-минус конечно как бы какие-то копейки там может могут быть но тем не менее всего 112 ну что же наступает время покидать нас нам город хорошо было но совсем мало пообщались и приемные хорошо когда гости уезжают и хочется чтобы они еще вернулись а там знаешь бывает гости приедут неделю живут пьют и потом мы скорее бы ехали да едят пьют ругаются матеряться ну а мы по старой доброй русской традиции присели на дорожку действительно время провели великолепно спасибо огромное Миша и Марине за их гостеприимство все было здорово Миша нас нагрузил еще продукты мимо какой целую машину да бедная наша двухлистовая ресора но в любом случае в Томске мы действительно провели время великолепно в томске да не были главные общения главные люди все-таки не дома если бы мы полетели на самолете мы бы потратили билеты значит средняя цена в августе месяце до сочи 23 тысячи на троих это 69 тысяч в один конец значит 69 умножаем на 2 это 138 тысяч 11 дней мы также берем ну значит 11 дней питания 11 дней питания значит которую мы вот в поездке это по значит 1200 день 13 200 11 дней гостиницы мы берем ну пускай даже по 1200 мы бы потратили 13 200 экскурсии 10 600 мы таких оставляем и значит питание дома мы здесь берем данному же все равно живем дома мы допустим потратили на 16 дней 6 по 600 рублей да мы взяли 9 600 транспортные расходы так как мы же использовали бы какие-то такси и машины для поездки да для экскурсии все остальное внутри тысячи берем и того значит у нас сумма вышла 187 600 если бы мы отправились путешествие на самолете то есть понимаете автомобильное путешествие нам обошлось гораздо но дешевле но не гораздо но все равно дешевле вот такие дела наши друзья поехали на машине они потратили на бензин и больше денег 66 тысяч значит я не беру сколько потратили они на гостинице потому что они всего два раза ночевали в палатках а остальное время всю всю дорогу ночевали в гостиницах а это от 2000 и выше но в общем как бы у них сумма конечно вышло значительно больше но здесь я скажу так что каждый планирует на исходя из своего материального положения или со своего представления об отдыхе здесь на вопросов нету ну а на этом пожалуй все я закончил цикл своих рассказов о нашем путешествие 2020 году берегам черного моря пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем добра и до новых встреч